Всем привет! Вы на канале Чайные Инспекты и сегодня состоялась презентация нового смартфона от OnePlus Nord 2. Данный девайс входит в категорию среднебюджетных смартфонов компании линейки Nord. Цена у новинки в пределах 430 долларов, что немного выше, чем у середняков популярных китайских производителей. В этом ролике я проведу распаковку, а также расскажу об основных характеристиках девайса. А уже позже сделаю полный обзор с тестами и опытом эксплуатации. Давайте приступим, готовы? Поехали! Я не в курсе, какая обычная комплектация смартфона, но мне пришла огромная подарочная коробка. Думаю, здесь не только один смартфон, а еще дополнительные аксессуары. После вскрытия видно, что внутри расположена стандартная коробка Nord, а также три дополнительных фирменных чехла на этот смартфон. Я их позже вскрою и покажу, как они выглядят на смартфоне. Давайте приступим к распаковке основной упаковки. Сразу здесь нас встречает Nord 2. У меня серая версия 8 Plus 128 ГБ. Под смартфоном и пластиковой формой есть дополнительная коробка со стандартным прозрачным чехлом. То есть здесь в сумме 4 чехла. Также здесь еще одна коробка с иголкой под слот сим-карт, а также с инструкцией и другими брошюрами. Помимо этого в коробке есть зарядник с евровилкой на 65 Вт, а также фирменный красный кабель Type-C. Вот вся комплектация, давайте рассмотрим отдельно чехлы. Стандартный прозрачный выглядит следующим образом, здесь все обычное неинтересно. Теперь перейдем к трем дополнительным подарочным чехлам. Первый чехол, которым я планирую пользоваться, это черный с шершавой поверхностью. Матовый цвет мне нравится, а на ощупь поверхность напоминает чем-то по ощущениям замшу. Второй чехол это пляжный вариант, он более шершавый, поверхность выполнена под песок, он яркий, на любителя. Третий чехол необычный, он имеет два слоя рисунков. Внутренний с интерьером комнаты с попугаем, а внешний имитирует стекло с рисунками, то есть стиль чехла похож на витрину. Интересно, необычно, но опять же на любителя. При распаковке, когда я раскрыл смартфон, то ощутил эффект вау, так как внешний дизайн мне очень понравился. Именно внешний вид меня всегда привлекал в смартфонах OnePlus. И эта модель не исключение, он выглядит круто, недешево и по тактильным ощущениям он максимально приятный и комфортный. Задняя крышка выполнена из стекла со специальной обработкой поверхности, которая придает ощущение умеренной шершавости. А также данная крышка не собирает следы от рук и другие загрязнения, поверхность напоминает по ощущениям металл. Модуль камеры гармонично сочетается с корпусом и по форме очень похож стиль на OnePlus 9. Здесь также три модуля, отличие это смещенный элемент вспышки вниз, напротив третьего сенсора. На взгляд модуль выполнен из металла, имеется приятный отшлифованный срез по периметру. Модуль умеренно выпирает из корпуса. Габариты смартфона идентичны недавнему Nord SE. Длина 159 мм, ширина 73,5 мм, толщина 7,9 мм. Вес 188 грамм. Телефон в руке лежит максимально комфортно, края мягко закругленные. В общем здесь самый оптимальный форм-фактор. Рамка выполнена из пластика, справа от торца расположена кнопка включения. Выше фирменный триггер переключения режимов оповещений. Стандартный, вибро и беззвучный. Триггер имеет ребристую поверхность, что позволяет легко переключать режимы. Он очень стабильный, не люфтит и переключается только с умеренным усилием. Сверху имеется только вырез под микрофон, с левого торца находится качелька громкости. Снизу порт Type-C вырез под динамик и микрофон, а также слот под вена на сим-карты. То есть аудиоджека здесь нет, как и возможности поставить дополнительную память. С фронтальной части поверх экрана поклеена тонкая заводская пленка, рамки у дисплея. Такие же, как на Nord SE, то есть заметные, небольшие сверху и по краям, и более широкая рамка снизу. OnePlus установили в Nord 2 Fluid AMOLED дисплей, диагональю 6,43 дюйма и разрешением 2400 на 1080 точек. Яркость дисплея составляет 700 люкс. Максимальная частота обновления экрана 90 Гц, имеется высокочастотный сенсор. Вредный шим здесь есть, он заметен при яркости менее 50%. Максимальный показатель коэффициента на 40% яркости составляет 80%. Будет ли здесь функция DC Dimming, вопрос открытый. На заводской прошивке я эту функцию не нашел. Экран в целом яркий, красочный, сканер отпечатка пальца встроен в экран. Работает быстро, но не настолько, как физический сканер. Помимо этого, имеется функция Always On Display, вместо светового индикатора уведомлений, имеется функция боковой подсветки. В общем, на первый взгляд, экран показался очень похожим на дисплей, который стоит в сии модели. Я обязательно еще протестирую цветопередачу, скорость отрисовки и расскажу в полном обзоре о результатах. По части железа здесь все интересно, так как здесь стоит кастомизированный Dimensity 1200 AI. То есть здесь имеется оптимизация под аппарат от OnePlus. На самом деле это все тот же мощный, недорогой чипсет 1200 с некоторыми дополнительными функциями. Больше всего модифицированы функции камер. Добавлено распознавание сцен с помощью искусственного интеллекта, также возможность снимать видео в режиме HDR. При этом во время съемки на экран будет отображаться конечный результат. То есть не нужно ждать системной постобработки после съемки видео. Dimensity 1200 выполнен по 6 нм техпроцессу, имеет в составе 8 ядер CPU, одно ядро Cortex-A78 с максимальной частотой 3 ГГц, три ядра A78 по 2,6 ГГц и четыре ядра A55 по 2 ГГц. За графику отвечает видеоускоритель Mali-G77MC9. Память здесь LPDDR4X и UFS 3.1. В Antutu смартфон набрал 594 тысячи баллов, что немного меньше, чем у того же Realme GT Neo. Но сразу отмечу, во время теста Nord 2 очень слабо нагревался. Также замечу, что при старте троттлинг теста, самое мощное ядро выдает 2,6 ГГц. То есть возможно здесь произошла оптимизация и Realme обрезали частоту. В общем в этом буду разбираться в полном обзоре, все детально тестировать. Очень интересно, как здесь будет работать охлаждение и как себя проявит смартфон в играх. Если говорить об автономности, то здесь стоит средний по емкости аккумулятор в 4500 мАч. Думаю заряда будет точно хватать на один день при активном использовании. А зарядка здесь быстрая на 65 Вт. Производитель утверждает, что смартфон будет заряжаться за 30 минут. Перейдем к камерам и здесь на бумаге все очень неплохо. А именно основной сенсор здесь Sony IMX 766, который имеет 50 Мп с размером пикселя 1 мкм. Что при интерполяции 4 в 1 дает пиксель в 2 мкм. Апертура f1.8. Дополнительно здесь есть оптическая стабилизация. Ранее OPPO ставили такие датчики в свои флагманские модели, такие как Find X3 Pro и Reno6 Pro+. Я уже делал некоторые снимки ночью и результат меня впечатлил. Качество снимков на высоком уровне, даже в очень темных участках, когда было мало источников света. Видео Nord 2 снимает максимум в 4К 30 фпс. Имеется HDR режим видеосъемки, что со статики выдает очень яркое и красочное видео. Я обязательно сделаю тест камеры и расскажу в полном обзоре. Второй модуль это ширик на 8 мегапикселей, а третий макромодуль на 2 мегапикселя. С фронтальной части установлен также модуль от Sony IMX 616 на 32 мегапикселя с размером пикселя 0,8 мкм. Что в целом также в ночное время выдает неплохой результат селфи съемки. В общем камеры здесь многообещающие. Из дополнительных плюшек отмечу наличие стереозвука. Здесь динамики выдают качественный чистый для смартфона звук. Со сбалансированной громкостью верхнего и нижнего динамика. Также здесь есть поддержка сетей 5G, NFC, хорошая комфортная вибро, ну и разумеется стабильная прошивка с гугл сервисами и мультиязычностью с коробки. Подводя итог, первое впечатление в Amplast Nord 2 у меня положительное. Во-первых, мне очень понравился дизайн устройства. Чипсет здесь мощный, с запасом на будущее. Также очень крутая камера уровня высокобюджетных смартфонов. В общем, любителям данного бренда точно будет интересна эта модель. Окончательные выводы лично я смогу сделать в полном обзоре. Свои мысли пишите в комментарии. А у нас на сегодня все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok